Уж, наверное, так судьба такого земного шара, что когда есть человек, есть паразиты. И до тех пор, пока будет человек на земном шаре, они были, есть и будут. И вот сегодняшняя встреча наша не случайно заканчивается двумя докладами о паразитозах. Но то, о чем хочу я вам рассказать, для меня было тоже большим открытием. Я вообще занимаюсь гельминтами, так уж судьба моя сложилась. Я знала, что такое шистосомоз, но когда я увидела это своими глазами у нас на Украине, то у меня, конечно, глаза стали гораздо шире. Ну, вы знаете, что есть гельминты, которые проходят через кишечники, есть гельминты, которые не проходят через кишечники. И мы как-то привыкли с вами уже знать, что аскорида, там, острицы, ленточная червь, это, в общем-то, ну, со студенческой скамьи, да. Мы тоже хорошо знали, когда были студентами, что есть масса гельминтов и масса паразитов, которые никогда у нас на Украине, в Советском Союзе не встречались. И мы думали, что и встречаться не будут, потому что нет для этого повода. Однако, посмотрите, первое, которое я столкнулась с экзотическим гельминтом, это был филириоз. Филириозов много, я буквально одно слово об этом скажу. Филириозов много. Онхоциркоз, вухихириоз, это, кстати, вухихириоз, лоолоз, филириоз, гирофилириоз. И вот вам, пожалуйста, это, собственно, наблюдение, вы видите, ход червя под кожей. Это гирофилиария. У нас в Донецкой области я уже счет потеряла больше 100 случаев гирофилириоза. А на Украине, я уверена, их тоже много. Это тех случаев гирофилириоза, когда вытащили этого червя, когда подтвердили. А сколько, буквально недавно у нас в Донецкой хирургии мне звонили, опять пошли на водянку яичка, а там, конечно, сидит товарищ. Поэтому очень много, куда его судьба занесет, в данном случае он под кожей. Или вы видите глазное яблоко. Наиболее частые пути заражения, как обычно, это животные, уже об этом сегодня говорилось. Я вычитала, что у россиян, что на газонах, скверах, в крупных городах, типа Киева, ну, может, чуть подобных Киеву, ежегодно собаки оставляют, ежедневно собаки оставляют до 50 тонн фекалий. Смею утверждать, это мое выражение, что у песочниц, которые у нас есть на Украине, в частности, больше яиц гельминтов, чем песчинок. Можете мне в это поверить. Вот, ну, конечно, вот сейчас откуда взялись экзотические гельминты? А вот командировки в жаркие страны. Египет, Турция, Африка, Индия теперь нам помогают, очень здорово. Увлечение охотой, пляжный фоновалийбол, кстати, эндемичные очаги экзотических гельминтозов, ну, и длительная работа в закрытых коллективах, коллективах, употреблению пищи, водорослей и в качестве фекалии, в качестве удобрения. Наиболее часто гельминты вообще проявляют себя выпадением волос, упорно рецидивирующие дерматиты, зудящее высыпание, высыпание болезненной по ходу мышц, если там сидит личинка, да, упорный дисбактериоз, эти дети наблюдаются у педиатров, дерматологов по ходу атопического дерматита, или как часто болеющие дети. Чем смертельно опасны гельминты? Ну, прежде всего, механическое воздействие, это разрыв, описаны случаи, когда Аскарида пробуравливает стенку кишечника, тихо грабят организм. Помните у Шарикова, охарчиваться где будут? Так вот, харчуются-то они у нас в организме, организм человека является как рестораном, так и туалетом для гельминта. Ну и, конечно, они выделяют продукты своей жизнедеятельности, таксаиды их называют, которые оказывают тяжелое аллергическое воздействие. И вот когда-то я выступала очередной раз перед дерматологами, совсем недавно, в ноябре месяце, и говорю, что я хочу, была просьба, у меня был такой заказ поражения кожи при различных гельминтозах. Но поскольку у меня есть свои собственные фотографии, я это все взяла и говорю, что вот триматодозы, собственных наблюдений у меня нет, это фотография с интернета, что так называемые дерматиты пловцов или водяная чесотка вызываются шестосомозом, шестосомами. Шестосомоза у нас не может пока что быть на Украине, потому что у нас промерзают реки, водоемы и так далее. И я показываю эту фотографию, сидит впереди, я не буду говорить, коллега, и говорит, Наталья Павловна, хотите, я вам покажу в натуре. Я говорю, ну ваша шутка удалась, конечно. Он говорит, это не шутка. И вот из этого, собственно, сегодняшний доклад. То есть вот этой фотографии у меня, эта фотография с интернета, как выглядит через несколько десятков минут после того, как человек вошел в воду, покалывание, и вот они циркали, пробуравливая кожу и проникают вовнутрь. И вот появляется такая сыпь. Это буквально через 20-30 минут. А дальше вообще что такое шестосомоз? Во всем мире инфицировано 207 миллионов человек. Есть 74 эндемичных страны, где есть, там заражено такое количество человек. Между прочим, армия Наполеона вернулась с Египта. Знаете почему? Потому что одна треть армии вымерла от мочеполового шестосомоза. Когда начали солдаты мочиться кровью и умирать, Наполеон повернул свои войска. Поэтому не обязательно атомная энергия. Можно и с этими ребятами разобраться. Так вот, шестосомоз, он, как правило, вот, которое я говорю, их разновидностей много. Есть японский, мочеполовой, желудочно-кишечный. Есть еще разновидности вот шестосомозных дерматитов. Так вот, характеризуется дерматитом, период внедрения паразита в кожу. А потом уже начинается лихорадка, интоксикация, уртикарная сыпь, сприномегалея, зенофилия. Это все возникает через несколько часов, после того, как они внедрились в кожу. Вот смотрите, как выглядит это мне подарили эти коллеги мои, которые сфотографировали. Они дерматологи, они все это засняли. У меня масса этих фотографий. Вначале образуется вот такая папула. Она, в общем-то, папула, которая нас, ну, как бы и не очень-то и смущает, правда? Мы такие папула. А смотрите, что будет дальше. При внедрении в кожу человека циркарий выделяют лизис, вызывают лизис. Гибнут клетки тут же, тут же. В эпидермисе вокруг возникают отеки с лизисом клеток эпидермиса. И инфитраты из некоцитов и лимфоцитов. Смотрите, это волос. Вот это черненько, это волос. Смотрите, что творится. Погибают лизис стенок мелких капилляров с кровоизлиянием в окружающую ткань. А вокруг образуется некроз. И такой желтоватый цвет. Это впоследствии будет довольно большой серозный выпад. Вы сейчас увидите. При выраженной эксциданции возможно образование больших пузырей, которые содержат ополисцирующую жидкость. Может осложняться второй четвертичной гнойной инфекцией. Через 1-2 недели высыпания они регрессируют. Так как через некоторое время погибают личинки в человеке. А вот смотрите, что делается дальше. Потихоньку погибшие капилляры, вокруг образуется такая размазанная картина кровоизлияния. И больше всего формируется, видите, такой желтый выпад, большой выпад серозно-гнойного содержимого. А вот смотрите, что происходит в конце. Волос погибает, он выпадает. И вокруг образуется большой участок некроза с массивным кровоизлиянием. Но это кровоизлияние не огромных размеров, нет. Они небольшие. Но вокруг каждого укуса, вокруг каждого внедрения образуются вот эти некрозы и кровоизлияния. Появление шестосомоза зависит от многих факторов. Эти ребята сказали, ну ребята, это взрослые люди, профессора. Они сказали, что жены их не заболели. Почему? А они пользовались кремом от загара, по всей видимости это помешало. Помешало внедрению этих в кожу. А вот они все, 7 человек, все попались. Это все зависит от давности заваливания, интенсивности. Кстати, один из них уже повторно, это он был на БАА, он повторно уже инфицировал. У него была самая яркая картина. Так вот, интенсивность инвазии, повторные инвазии, наследственная предрасположенность. У жителей эндемичных очагов остаются эти укусы незамеченные. У них даже передается по наследству эта, господи, защита, не будет нет. А вот у приезжающих заражение шестосомозом обычно приводит к развитию острого токсимического шестосомоза, что, скорее всего, отражает реакцию иммунной системы на развивающиеся гемитом их яйца. Но самое главное то, что потом-то ведь инвазия может, у одних стихает, а у других может продолжаться. Так вот, тяжелая инвазия спустя годы приводит к осложнениям. Чаще всего это перипортальный фиброз, известный как фиброз Симмерса. Ну, я-то с ним не встречалась, но я нашла в литературе это. Шестосома, вот в Мансоне, Чампаникум, это японская жизнь, шестосома, часто служит причиной варикозного расширения вен пищевода и сплена мегалии. Вот иногда люди, которые широко и часто ездили, потом вдруг начинается это все дело, появляется вот варикоз и прочее, то это может быть одна из причин. Да, и шестосома гепатобиум, склероза, мочеточников и мочевого пузыря. Ну, это, собственно, при моче-половом шестосомозе. Что еще характерно для позднего, так сказать, шестосомоза, который забыл, что когда уже был и когда отдыхал. Полипы, полипозы, эндометриты, эндометриозы, рецидивирующий песок, камни в почках, рецидивирующие пилонефриты, цистатиты, простатиты, опухоли, свищи в области комчика. Все это может оказаться результатом поражения шестосомами. Это паразит хаменион, он обитатель сосудов, помните о нем. И появилась возможность определить, как его, что он образует варикозное расширение вен печени, пищевода, трахеи, бронхов, брыжейки, кишечника, трактуемы как опухоли или гемангиомы. Он может вызывать опухоли в печени, селезенки, в других органах. Он образует полипы в мочевом пузыре, кисты в почках и яичниках. У древних кельтов существовала особая молитва, которая содержала страстный призыв к черву-перазиту, кихомириться, оставить человека в покое, лучше всего выйти наружу и сразиться в честном бою. Помните, как говорят, что Аскарида есть, говорит, сегодня булочка с маслом. А завтра булочка без масла. А Аскарида выходит и спрашивает, где масло? Ну так вот, что-то подобное. Так вот, схема лечения всех гельминтозов, независимо от того, какой. Мы, педиатры, и Сири Александрович, очевидно, за неимением времени не сказал об этом. Мы имеем обязательно три этапа. Это первый этап, три-пять лет для назначения антигельминтного препарата. Это антигистаминные препараты и энтеросорбенты. Мы видели детей, я ведь тоже видела с токсокорозом, у нас были крайне тяжелые дети с токсокорозом, с обсеменением многих органов, когда мы вынуждены были класть в больницу. Я вообще рискую теперь часто детей дома лечить, чаще всего кладу. Почему? Начинается распад их действия препарата, и начинает выделяться такого лица токсина, приходится капать, очень тяжело. Так вот, три-пять дней это антигистаминные энтеросорбенты. Второй этап, это антигельминный препарат. Здесь тоже продолжаются антигистамины, энтеросорбенты после дачи препарата. Не в день, конечно, не в эти дни, потому что он будет на себя забрать его действия. Гепатопротекторы, стол номер 5, нормализация кишечной флоры. Третий этап, это энтеросорбенты при необходимости, если довольно тяжелые. Гепатопротекторы, стол номер 5, нормализация кишечной флоры, которая, я не состоявшийся патологоанатом, я заканчивала аспирантуру на кафедре патонатомии в клинике Санны Дикштейн, это великая ученая была, я этим горжусь, и поэтому, что бы я ни делала, я всегда возвращаюсь к патонатомии. Я вас сейчас убежу в том, что в этом есть смысл. Так вот, при выборе антигельминтовых препаратов, что вы должны учитывать? Структуру гельминтов, значит, вот сегодня речь шла об альбиндозоле. Есть гельминты, которые ненавидят, а погибают от альбиндозола. Есть гельминты от мебиндозола, есть и от того, и от того. А есть гельминты, которые ни на то, ни на то не действуют. Кстати, шестосомоз ни к альбиндозолу, ни к мебиндозолу отношений никакого не имеет. Здесь сурма, которая является очень токсичной, или же прозиквантел. Кстати, вот, в конкретном случае. То есть, вы должны точно знать, какой гельминт, и почитайте. Там есть литература, достаточно, где указано, как при каком, там, допустим, альбиндозол 100% вызывает гибель. Я показывала повесившегося гельминта. Если гельминт, если вы подберете хороший противоглистный препарат, то гельминт, узнав об этом, у них будут обнаружены случаи суицида. Вот надо их до этого тоже доводить. Так, значит, лечение не должно быть опаснее болезни. Поль за риск у детей имеет огромное значение. Теперь детоксикация. Почему я сегодня говорю о токсиле? Ну, во-первых, детоксикация, а без детоксикации никак. Если очень тяжелое, мы капаем. Ну, конечно, капаем детей, я имею в виду, парантерально. Если это не тяжелое, тогда мы применяем детоксикацию от токсилов. Он и эндотоксиоз, и нагрузку с органов детоксикации снимает. Он не вызывает, ну, помогает ассорбировать и вывести патогенную флору. Но, кстати, вот если говорить о дисбактериозах, тогда эта фраза остается еще правомощной, то то, что творят гельминты с флорой кишечника, вообще никакое сравнение не идет с антибиотиками. Это просто ужас. Вот. Получает бенциноз и организацию пристелочного пищеварения. Вот 4 действующих атаксила, они, собственно, подходят, когда мы лечим детей с гельминтозами. Любыми. Особенно, если я член, а кишечник. Это и продукты, ассорбция белкового происхождения, низкоголекулярных веществ, патогенных микроорганизмов, о которых я сейчас говорила, и дезинтоксикационное действие отчасти тоже. Хотя мы его усилим еще дополнительно препаратом. Что я хотела сказать, что огромное количество... Я не буду вам сейчас рассказывать о пробиотике, боже, сохрани. Нет, я только хочу сказать, как педиатр, в чем я убедилась тысячу раз, что флора меняется в организме человека все время. Но человек рождается с бифидой лактобактериями и умирает с ним. Это те бактерии, которые никогда не покидают в норме. А если покидают, то дело с перевариванием будет равно нулю. Поэтому я вычитала, кстати, я вычитала... Я из препаратов, которые у детей при гельминках, применяю бифидобактерин во флаконах, знаете, есть пенициллина, с холодильника купленный, и лакцидофил. Почему? Бифидо- и лактобактерии. Я точно знаю, что они сохраняются на холоду. Я знаю, что мне их выдали с холодильника, и поэтому я ими пользуюсь. И вот, в частности, лакцидофил, почему я вам сейчас показала этот слайд, я вам сейчас скажу. Потому что я сейчас вот так вернусь вот сюда. Нет, пройду вперед. Вот. Я прочитала у Сен-Зерлинга, вы знаете, это ведущий патолога, она там, да. Причем отец и сын. Так вот еще отец, это еще отец писал, что при всех паразитозах развивается деструктивное реактивное изменение в снизистой оболочке ЖКТ. Деструктивное это действует на эпители, на энтероциты, а реактивное это сосудистые изменения. И вот смотрите, почему мне подходит, не мне, а почему подходит этот препарат, обязательно при лечении гельминтозу, потому что подавляется рост патогенов, уменьшается пронисаемость слизистой, защищает рецепторы энтероцитов. Это хорошо показано на схеме и стимулирует иммунный ответ. Так вот, еще раз возвращаясь к этому, благодаря лакто-бифер, в частности лакто-бактериям, не позволяют колонизироваться микробов на эпителиальных клетках, которые развиваются в огромном количестве. Да что-то 270 на сегодня, видать, уже надоело, уже и усталый, и этот. Потому что сегодня лакто-бактериям содержит лакто-бактериобарамнозис и ацидофилис, и поэтому они нам нужны для нормализации флора. И эти штаммы стабилизируют флору кишечника, вытесняют патогенные микрорренизмы. Я тысячу раз убеждалась, когда начинаешь давать по несколько флаконов, ну, не маленьким, конечно, а бифидобактерина, то постепенно он вытесняет, и лакто-бифида вытесняет патогенную флору. Поэтому не надо сразу бросаться на антибиотики, если, допустим, в ребенок первых месяцев стафилокоп 10 в 6, ну и что? Если он набирает вес, если, ну, в общем, это другой разговор, но я тысячу раз убеждалась в том, что дача бифида и лакто-бактерий, в данном случае ацидофила, помогает справиться очень хорошо с этой проблемой. Выводы, собственные выводы. Не все яйца одинаково полезны. Любите землю, матушку, но до степени пикацизма. Это у детей сейчас поедают землю, песок, там это все очень распространено. Кстати, упорное тубинфицирование не всегда туберкулез. Ищите гельминтов. В дорогих поездках за моря и океаны не будет лишним знания гигиены. Я обожаю Раневскую за ее ум и, главное, вот такую раскрытость. Знаете, что говорила Раневская? Есть люди, внутри которых живет Бог. Есть люди, внутри которых живет дьявол. А есть люди, внутри которых живут только глисты. Давайте подумаем, вокруг нас их хватает. Так давайте сделаем все возможное, чтобы у этих людей было как можно меньше. И в канун Великого праздника, Пасхи, я когда увидела эту икону, это 12 век, дерево, благовещение Мстюшское, я желаю всем вам только благие вести, только мира, добра, душевного покоя и веры. Да хранит вас Господь на этой земле. Спасибо.